Журналисты Associated Press на Украине стали свидетелями того, как подростков учат уничтожать нелюдей. Они испытали культурный шок, побывав в одном из детских неонацистских лагерей под Тернополем. А что же политики говорят, узнала Дарья Козлова. Тренировочный день в детском лагере под Тернополем начинается до рассвета, со взрывов оглушающей гранаты. Ещё сонные дети и подростки выбираются из палаток. Бегом, бегом, круговая оборона. Сначала построение и утренняя зарядка, если это в принципе так можно назвать. Да, стрелай! Ещё переверяй, переверяй. Большинство воспитанников лагеря подростки. Самому младшему 8 лет. Никаких поблажек ни для кого. Марш-бросок со штурмовой винтовкой и общие для всех уроки стрельбы. Чего она может сделать? Что оружие может делать? Правильно. Правильно, но не всегда туда, куда вы хотите. На камеру инструктор поясняет журналистам. Детей в этом лагере не учат целиться в людей. Но сепаратисты не люди. Их, по словам инструктора, убивать можно. Все прекрасно понимают, что история Гитлер-Югенга, когда невозможно было перевоспитать этих детей, то есть они воевали практически до 51-го года и погибали. Самая большая проблема, что этим детям очень легко уже внедрить образ врага. То есть они уже привыкли к тому, что должен быть внешний враг. И есть руководитель, командир, который может показать этого врага. И нет никакой гарантии. И на Западе это прекрасно понимают, что следующий руководитель не покажет, что врагом является, к примеру, Польша, как это уже объявляли, либо там Венгрия. Заведуют всем активисты праворадикальной военизированной организации С-14. Во многих странах, в том числе США, она признана террористической. Но поддерживать тесные связи с властями Украины и получать западные гранты на образование, это, как оказывается, не мешает. И откровенно, очень большое количество западных грантов как раз направляется на молодежное патриотическое воспитание. Не нужно забывать, что в свое время Соединенные Штаты были одним из основных спонсоров и финансовых партнеров гитлеровской Германии. Поэтому то, что американцы не допускают для использования на внутреннем рынке, они с удовольствием используют, если это соответствует их стратегическим целям и задачам на внешних рынках. Сколько сейчас подобных лагерей на Украине, не берется сказать ни один эксперт. Начали появляться они еще в 90-х. В 2012-м при непосредственной поддержке американских спецслужб был организован летний лагерь «Трезуб» имени Степана Бандеры. Детский лагерь «Азовец» принимает на воспитание детей уже с 7 лет в десятки городов по всей Украине. Начиная с 2014 года подобного рода лагеря организовывались наиболее радикальными представителями украинского окна. Это, возможно, становится только по одной простой причине. Потому что совершенно нет никакой реакции относительно Запада, партнеров, которые просто делают вид, что этого не замечают. Впрочем, в последнее время замечать стал уже и Запад. Этот репортаж сняли журналисты Associated Press. Американский телеканал NBC Leftfield сделал сюжет о жизни в Азовце. О подготовке молодых украинских националистов писала испанская Эль Мунда. «Это идеальный способ развить психоз у детей. Мир сошел с ума». Наконец, западные СМИ обратили внимание на радикалов и неонацистов на Украине. Конечно, Россия говорила об этом в течение многих лет, но европейцы вставляли беруши в уши. «Это очень тяжелая история. Казалось бы, это происходит. И где?» «В процветающей, цивилизованной и развитой Европе. Неужели они действительно это не замечают? Или скрывают сознательно?» По словам Сергея Лаврова, говорят о росте национализма на Украине и европейские лидеры. Но пока лишь в кулуарах, на личных встречах и в полголоса. Дарья Козлова, Ольга Львухина, Вести.